приветствуем вас друзья на канале даниила и лариса сегодняшнее видео своего рода эксперимент очень часто очень много спрашивали подписчики спрашивали зрители и поэтому мы созрели к съемки такого видео значит смотри ли мы четыре гауды одинаковых вот такие вот у нас baby гауды получились и сегодня мы поэкспериментируем с покрытием значит у нас будет разберем сегодня пять видов покрытий первое это покрытие латексом самое простое но не самое лучшее второе это покрытие воском для сыров сейчас пока мне воск надо извлечь это из этой баночки он плавится чтобы его можно было растопить потом уже нормально он пока не залип в этой баночке что его туда не особо извлечешь третий вариант покрытия это вакуумный пакет с помощью вакууматора четвертый вариант покрытия это термоусадочный пакет и пятый вариант покрытия это формирование замыкание сырного слоя и формирование натуральной корочки вот сегодня мы поговорим о всех этих пяти видах покрытия мы с ларисой покажем на каждой из вот этих вот baby гауд как сделать покрытие как правильно наверно каких ошибок нужно избежать ну и самое главное вторая часть видео будет через месяц эти baby гауды будет вызревать у нас в одинак в разных покрытиях но в одинаковых условиях в течение месяца и через месяц мы сделаем вторую часть видео разрежем их все пять штук на камеру продегустируем покажем разрезы и оценим для вас попытаемся максимально оценить объективно различия между покрытиями и различия во вкусе при созревании созревание сыра в том или ином покрытии и так друзья приступим чего начнем наверное начнем самого простого с вакуума упаковки и перед тем как приступить к вакуумной упаковке я планировал но забыл рассказать как бы саму суть для чего мы покрываем сыры то есть естественно как ну я думаю что все это знают но на всякий случай проговорю ну первое все это делается в максимально чистых условиях то есть хорошенько вымытые руки вымытое все оборудование чтобы в сыр не занести никаких патогенных бактерий дело в том что мы готовим как вы знаете сыры с помощью закваски это молочно-кислые бактерии или лактобактерии эти бактерии анаэробные то есть для их жизнедеятельности в процессе вызревания нашего сыра в данном случае гауды не нужен кислород они живут внутри сыра эти бактерии они способствуют вызреванию сыра они выделяют ну допустим вот мизофильная культура обычная не выделяет углекислоты или выделяет и очень мало газообразующая выделяет в процессе своей жизнедеятельности в процессе переработки лактозы выделяет больше углекислоты мы получаем пористость сыра получаем глазки но самая главная особенность этих бактерий им всем не нужен для жизнедеятельности кислород в свою очередь плесени и патогенным бактериям как раз нужен кислород и вот замыкание поверхности или покрытие для сыров как раз и избавляет нас от того того эффекта что на сыре у нас растет плесень конечно самый лучший самый оптимальный все таки вариант покрытия это воск мы будем использовать этот воск для воск для сыров производственного производственного изготовления то есть я прочитал этот воск делается из парафинов в свою очередь парафины делаются из нефти и недавно один из подписчиков задал мне вопрос как покрыть пчелиным воском можно ли покрыть пчелиным воском я ответил что можно через некоторое время он пишет что воск трескается я углубился в эту тему почитал значит как покрывать пчели как приготовить из пчелиного воска покрытие для сыра на 250 грамм воска пчелиного для того что приготовить покрытие берете 50 грамм любого растительного масла растапливаете воск вмешиваете туда масло только делаете это очень осторожно почему потому что смесь получается горючее может вспыхнуть и получаем эластичное покрытие которое после того как покрываем сыр трескаться не будет но я думаю что тот наш зритель который задавал этот вопрос я ему уже тоже ответил на эту тему если он посмотрит то еще раз еще раз повторим это итак друзья когда мы покрываем сыры наша задача обеспечить обеспечить как бы процесс правильный процесс созревания то есть защитить сыр от внешнего воздействия бактерий от попадания из их из воздуха от роста плесени от вообще размножения тех бактерий которым нужен кислород для своей жизнедеятельности эти бактерии нам сыре совершенно не нужны так вот давайте приступим к вакуумной упаковке с вакуумной упаковкой все проще простого берем пакет я его предварительно запаял помещаем сюда срок в вакуумный упаковку вакуумная упаковка для вызревания сыра готова оставляем его его в этой упаковке на месяц но вот по поводу этой упаковки у меня как раз больше всего сомнений я так не никогда не делал но в теории понимаю что это тоже будет правильно мы создали внутри правильную среду для вызревания сыра причем в вакуумной упаковке самое главное чтобы мы не занесли туда никаких бактерий вот на процессе упаковывания у вакуумной упаковки есть один огромный плюс там этот сыр который мы упаковали в вакууме ему не надо создавать влажность влажность будет поддерживаться за счет внутренней влажности головки главное хорошо просушить головку чтобы не было ну как бы чтобы она отсохла чтобы эта внутренняя влажность не было излишней и такому сыру во время созревания нам надо создать только правильный температурный режим в теории свою влажность он будет регулировать в процессе вызревания сам а мы увидим действительно это или нет через месяц вторая процедура которую мы сегодня проведем это покрытие сыра пищевым латексом пищевой латекс продается во множестве во множестве магазинов но практически во всех магазинах магазинах для домашнего и крафтового сыроварения имеет свои преимущества и недостатки преимущество то что пищевой латекс дышит не по ну как бы если мы сыр недостаточно просушили то пищевой латекс не делает из этого проблемы потому что лишняя влага выходит через поры недостатки то что на пищевом латексе когда мы покрыли сыр покрывать его надо головку два раза даже после того как мы покрыли сыра на нем через но если длительный срок вызвать вызревание через не две-три недели может через месяц может появиться легкая плесень в таком случае мы с этим недостатком очень легко боремся обмываем сыр соляным раствором высушиваем и покрываем новым слоем латекса также латекс очень легкий в использовании то есть просто берете кисточку вот таким вот образом наносим латекс на одну сторону сыра оставим его после этого высыхать эта сторона просохнет мы его перенесем перевернем нанесем на вторую сторону сыра и такую процедуру проводим два раза то есть покрываем латексом два раза сырок чтобы хорошенько его запечатать тут все просто я эту процедуру кстати латекс и бывают разных цветов мы даже нашли черный есть красный латекс но красный встречается на реже всего самый распространенный желтый латекс пищевой если вы сформировали достаточно тон толстую корочку то есть вот допустим два раза покрытия после этого после вызревания эта корочка очень легко снимается то есть она хорошо чистится не пересыхает верхний слой сыра но я думаю что у этого покрытия с учетом простоты самого покрытия никаких термических обработок ничего конечно плюсов больше чем минусом и на самом деле признаюсь честно честно мы с ларисой в 99 случаях из 100 используем покрытие латексом сейчас немножко поправлю если в сыре есть где-то глубокие поры стараемся и заполнить заполнить этим латексом ну чтобы максимально запечатать поверхность сыра для того чтобы покрыть сыр воском растапливаю его на плитке в металлической металлической такой маленькой кастрюльке друзья предостерегаю вас воск горючий будьте очень внимательны когда его растапливаете если вы будете делать это на газовой плите и он вдруг брызнет он нагретый он может очень легко воспламениться я вот кстати подумал что неплохо было бы в нетушитель принести сейчас растопим весь воск и пока он утопится вот я хочу сказать о его запахе действительно запах но вот чувствуется что он сделан из парафина то есть запах парафина немножко слегка химический но этот воск пищевой и считается что никакого обмена молекулами между сыром и воском не происходит и считается совершенно безвредным но вот именно запах такой именно как парафина воск растопился приступим к формированию покрытия и тут у меня есть есть как бы проблема мне надо покрыть сейчас половину головки сыра этого воска который я купил мне кажется что не хватит здесь 150 грамм стоит он около трех долларов и вот это вот минус покрытие достаточно дорогостоящее если покрывать большую головку сыра то его надо покупать огромное количество но воска есть также преимущество многоразового использования что нам надо сделать нам надо поместить головку сыра вот таким вот образом получилось половину даем ей остыть даем остыть я думаю что пару минут после этого с другой стороны достаточно быстро остывает головка то есть воск схватывается покрываем с другой стороны и точно также даем остыть это покрытие надо формировать ну так же несколько раз как и латексная сейчас остынет с этой стороны еще процедуру повторю точно также какие плюсы у воска полная герметичность то есть никакого шанса попасть как и у вакуума никакого шанса попасть никаким бактериям извне главное чтобы эти бактерии мы не заселили при приготовлении сыра и сыр должен быть хорошо высушен перед перед формированием перед вот таким вот замыканием поверхности перед формированием восковой корочки должен быть хорошо ты с ним не должно оставаться много влаги тут уж следуйте рецепту никуда не спешите если написано что должен обсушиваться в течение двух дней значит два дня и обсушивайте повторим процедуру с первой стороной опять даем ему остыть и точно также повторим процедуру со второй стороной на этом корочка будет сформирована следующим этапом займемся формированием формированием натуральной корочки для того чтобы сформировать на сыре долгого срока созревания агауда допустим у нас и долгого срока созревания натуральную корочку надо сделать так называемое замыкание поверхности то есть нам надо чтобы сыр перестал быть пористый для этого берем кипяток и опускаем сыр где-то на 5 не на 5 секунд в кипяток раз два три 4 5 получается что таким образом мы подтапливаем жир и делаем именно натуральное замыкание поверхности опа он подтопился теперь сыр хорошо высушиваем можем смазывать его оливковым маслом и он у нас будет отлично созревать в оливковом масле если опять же таки если после формирования вот после такого замыкания поверхности в процессе формирования натуральной корочки у нас будет появляться плесень смываем ее соляным раствором и вновь покрываем сыр оливковым маслом даже если плесень не появляется на первых этапах первый месяц каждую неделю далее сколько у нас созревает сыр два раза в месяц берем кисточку и покрываем сыр оливковым маслом я вам сейчас он остынет и покажу как это сделать следующий вид покрытия термоусадочный пакет стоит он ориентировочно 0 3 доллара по крайней мере такая цена у нас в украине помещаем сыр термоусадочный пакет завязываем пакет но завязываем не очень плотно чтобы оттуда вышел воздух вот таким вот образом буду навязать и помещаем его в кипящую воду также на раз два три 4 5 покрытие сформировано теперь осталось перевязать нашу веревочку более более плотно чтобы исключить полностью исключить туда доступ воздуха сейчас попробую это сделать может лариса мне поможет смотри подкрути его вот так вот давай подкрутим держи сам сыр возьми вообще в промышленных условиях это делается металлической клипсой но не клипс не клипсатора у нас нету поэтому делаем это шпагатом хорошенько стараемся затянуть перекрутили и затягиваем несколько раз вот таким вот образом теперь лишнее можно обрезать пакеты одноразовые вот хвост нам не нужен и этот срок тоже у нас будет созревать практически все готово видите какой светофорчик красивый получился осталось сыр в котором мы делали замыкание поверхности и будем формировать натуральную корку но как вы знаете в сырах короткого срока созревания можно формировать корку допустим в вине в различных обсыпках кстати у нас есть видео на канале на примере качёта мы показываем как сформировать кругу корку сыра в вине и в обсыпке из черного перца в описании этого видео я оставлю ссылку и в конце будет тоже ссылка на этот ролик а когда на сырах длительного срока созревания мы формируем корку то формируем ее оливковым маслом берем вот так вот тряпочку ну любую можно поролончик и натираем срок оливковым маслом хорошенько помещаем его на созревание на первых этапах эту процедуру проводим два три раза в неделю через месяц можно переходить на где-то два раза в месяц если вдруг появляется плесень так как эта поверхность не не полностью закрытая как допустим сыр восковым с восковым покрытием смываем ее соляным раствором и натираем сырок опять оливковым маслом в принципе можно любым растительным по большому счету но я предпочитаю растительное вот все готово естественно только что оговорился хотел сказать что предпочитаю оливковое масло лариса стоит за спиной поправляет меня ошибся ошибся тело промахнулся друзья постарались максимально полно раскрыть тему покрытия для сыров длительного срока созревания длительного срока выдержки думал оставить это дело на месяц но все таки думаю хотя бы хоть они и маленькие эти галды хотя бы наверное 45 дней будут они у нас вызревать и через 45 дней выйдет вторая часть этого видео то есть мы каждый разрежем посмотрим какой результат созревания посмотрим ну как бы попытаемся они все это все свои одной варки то есть мы их варили за один раз поэтому они совершенно один одинаковые следовательно мы получим еще результат узнаем как поменялся вкус то есть какой сыр вкуснее как поменялись хотя это срок конечно небольшой то есть по-хорошему бы надо было бы дать им хотя бы месяца три созревать но я понимаю что и вам не хочется долго ждать второй части видео и сами срочки они маленькие они созревают быстрее ну наверно на этом все это мне нравится больше всего самая такая самая самый легкий реально вид покрытия вообще не надо с ним геморроица чик в кипяток засунул и все ну и достаточно дешевый а самый конечно на мой взгляд самый качественный это воск самый классный ну вот как это поведет себя не знаю и конечно формирование натуральной корки ну на гаудах она вообще не формируется на многих других сырах формируется гауды обычно все-таки делаются в воске на этом будем заканчивать друзья надеюсь что видео было для вас полезно мы старались раскрыть ларисой тему максимально ну и если вам оно понравилось ставьте пальцы вверх подписывайтесь на наш канал чтоб ничего не пропустить а мы будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока